Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Аминь. Номер 395. События дня. Евреям 9.27. Человекам положено однажды умереть, а потом суд. Так что это говорить столько раз? В день и ночь надо повторять. В этой что будет суд потом. Это люди не понимают. Обычно говорят, ну не умрешь, горя хватишь. А мы должны сказать, умрешь, горя хватишь. Вот тогда и в ваде, будучи в муках, поднял глаза, богач в воде оказался. Это 10 января 2017 года. То есть мне вчера показывает один человек, я не указываю, кто говорит, смотрите. Выступление отца Андрея Кураева. И вот Андрей Кураев что говорит? Говорит там о патриархе, что он такой. Раньше так было, сейчас так. Ну то есть Андрей Кураев говорит. Я отвечаю на это. На нашем сайте в освятии Библии. Вот такой-то. Если вот так контроллежать, а потом на нее, и так выйдешь на него. В освятии Библии. 41-й что-то. Разбор выступлений под номером 41. Дано вам много крат больше разбора выступлений этих личностей. Алексея Второго, Кирилла, Андриана, Юрасова, Козлова, Максима и других. То есть то, что Андрей говорит, там это малая толика. У меня намного больше об этом сказано. Отдельно вот выступает патриарх Алексей. Вопрос ему задает. Его ответ. Я так и печатаю, а потом даю, где он не прав. Все отвечают примерно 6% только правильно. А 94% неправильно. Вот такой разбор. Дальше. Теперь расшифровали черный ящик, там упал который самолет, вот разбился под Одессой. Последние слова. Молятся за них. Вот. Считай. Так, расшифровка. Диалог идет. Видать? Скорость 300, он кричит. Ну я ослы, я знаю, там первый, второй, опять этот пилот. Скорость 300, неразборщиво, там ответ, неразборщиво. Забрал стойки командир, неразборщиво. Ух, ё-моё, звучит резкий сигнал. Закрылки, сука, чё за там? Вот понятно, матерки идут. Высота метр. Нам, неразборщиво, звучит сигнал в опасном сближении с землей. Неразборщиво. Командир, мы падаем. Так эксперты поняли, что у самолета возникли проблемы с закрылками именно по вине экипажа. То есть, там где нужно дверь рядом, одна убрать колеса, а другая закрылки. То есть, он не на подъем, а у него на снижение пошло, совершенно не туда. Ну и всё рухнуло, скорость оттеряется. Понятно. Закрылки-то убирает, когда он уже высоту набрал, тогда она ровно и идёт. А закрылками определяет, куда ветер-то будет бить его, кверху или книзу поднимать самолёт-то. Юрий Соболев пишет. Так, миром, Игнатий Тихонович. Смотрю ролик. А теперь вот впереди. А зачем тогда это нужно? Знать. Никаких отпеваний незнакомым людям не делать. Мы сразу помолились, чтобы Господь утешил родственников. А дальше что? Плесуны. Всё это осуждается Словом Божьим. Дружба с миром есть вражда против Бога. Там Лиза одна. Лиза, она сказала, что война это ад. Ну какая тайна-то открыта? Лиза сказала, если она была верующая, да простит Господь и помилует, и примет её к себе. А если там были люди неверующие, перегруз пустого места в хвосте, говорит, даже нигде не было. Ну я говорю так, как говорят здесь. К тому, что люди пошли не на то, чтобы уговорить, вернитесь домой, не воюйте, а чтобы утешить, пристать перед ними и показывать, как они там умеют ногами, руками крутить. Ведь это надо Богу. Это всё сурово осуждается в Божественном Писании. Юрий Соболев пишет. Вот так истолковали, а эти отверстия, там у них там сейчас Боев, там кого, двух запретили в Красноярском крае. Это абсолютно правильно запретили. Они уже еретики, они никогда не вернутся. Они разложились. Нью Эйдж, всё это приняли в себя. Кавычки открыты. Не приступая к положенных уже пределам и предания богоносных отцов, как гласит девятнадцатое правило Шестого Вселенского Собора. Аминь. Ну а чего же православная традиция в своей истории оставляет за Словом Божиим словно бы второстепенное значение? Употребляя словно бы. Так? Это не так. Так это не так. Церковь учит обратному. Но реальное устроение земной исторической церкви демонстрирует именно превратные отношения. Полагаю, сия связана с избыточеством благодати Божией, что наполняет православную церковь. А точнее, помятование нашей Духовной Матери в лице Ее чад, включая священнослужителей о тех веках, изложенных и описанных в учении святых отцов, когда обилие и чудеса Божией благодати были столь явны и реально, что их хоть рукой трожь. Однако на дворе не первый век, и нам дан духовный путеводитель и хлеб, святая Библия. Но по всей видимости, легкость и чудесность первоапостольского бытия не дает нам православным покоя. Откуда порождаются все наши видения, чудеса, или чудеса в кавычках, сны, басни духовные и прочее. А чего, думаю, лень духовная? Кстати сказать, вы, хотя и нейтрально, не раз делали замечание. Слушать и смотреть легче, чем читать. Истинно так, я и по себе о том скажу. Но читать, разбирать, вникать постоянно, 1 Тимофея 4,16, в слово это труд. Труд духовный и очень непростой. Бежим же мы сего, направляясь в свои стопы и мысли, в юдоль призрачных то ли чудес, то ли басен, околоправославных. Выдавая и принимая оны за действительное, искусственно подогреваясь в ее лампаду, в кавычках, с ее бликами языческих светотеней. В кавычках, в том-то монастыре сказывали, один батюшка говорил, ему видение разбыло. Это одна сторона, и она, как говорится, видится мною, негативная. Хотя и при изначально верной интенции. Вторая сторона не менее интересна и связана тесно с первой. Апостол Павел, как самый интеллектуальный и философичный из апостолов, пишет свои письма о послании церквам, не оговариваясь в необходимости истинного истолкования значения слов, писанных его рукой. Филимон 1,19. А нужно полагать, не все слушатели были уровня знатока фарисейского учения. А что видел затруднительное, то так и сообщал, кавычки открыты. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину. Евангелие Таана, 16, 12, 13. Как же они уразумели все прочее? Духом святым, как и сказано апостолам, прямо непосредственно, как есть, реченное слово в полном согласии с его смыслом. На секунду представим, зажмурившись и затаив дыхание, и зададим страшно неправославный вопрос. А апостол Павел, просчитав все толкование наших отцов, совсем согласился бы? Ведь имеется и разномыслие у отцов, о чем и предупреждал блаженный Павел. Как же совсем согласишься? Вот тут, мне кажется, мы православно-исторически, подчеркиваю, обнадежились чрезмерно. Чай, что придет вот-вот, кавычки, Дух Истины, и наставит нас на всякую истину. Без знания священного Писания. От того-то и задвинули Писание в сторону, сосредоточившись на безмолвном созерцании и нетварном свете. Но это уже понятно, о ком говорится. Знаешь, кто нетварный свете? Ну, это поломал который Григорий. Да, поломал все здесь. Про скриптум, риторический. Как умолчать о том, кто духом назван, словом Иоанна 1.1? Как умолчать? Видите, какие вопросы надо? Дальше. Александр Марьясов. Мир вам, Игнатий Тихонович. В книге Сираха 41.21 Стыдитесь пред отцом и матерью блуда, пред начальником и властелином лжи, перед судьей и князем преступления, пред собранием и народом беззакония, пред товарищем и другом неправды, пред соседями кражи. Стыдитесь всего и пред истинную Бога и завета Его. Стыдись и облокачивание на стол, обмана при займе и отдаче. Стыдись молчания предприветствующими, смотрение на распутную женщину, отвращение лица от родственника. Все мне понятно. Ну вот, поясните стих 24. Стыдись облокачивания на стол. Спаси Христос. Вот видите, как-то по порядку начнем. Стыдись перед отцом и матерью блуда. А разве сегодня стыдятся? Этого нету. Перед начальником Василина лжи. Наподряд все лгут и лгут, обворовывают, и с Сердюковой разное. Перед судней и князем преступление. Ну вот у тебя будут судить. Не бояться. Перед собранием народом беззакония. Это тоже нарушает. Беззаконное все живет. Товарищем и другом неправды. Перед соседями кражи. Наоборот, соседи украдут. У меня тут поливала жена. Я говорю, что-то вода не течет. Выхожу, а он еще темновато был. Он схватил шланг, оторвал и тащит через один дом к себе. Там цыгане живут. И так и не отдал. А вода-то из него текла и прямо к нему во дворы. Дальше. Ну вот. Мы это прочитали уже. Да. Вот. Стыдись, облокачивай на стол. Дальше. Стыдись чего еще? Обмана при займе отдаче. Молчание перед приветствующими. Ну и так дальше. Непонятно вот это вот. Стыдись, облокачивай на стол. Я не знаю, что он имел в виду. Но только я помню. Василий Великий говорит. Всякое животное. Пищу подно... Пета опускает голову к пище. А человек подносит к себе. А как, чтобы не падало на кусочек? Вот. Почерпнул на кусочек. Мы поставили вот стол. За вертикаль стола, чтобы туда и листом не заворачивался. Почему? Ну, скотина ты или человек? А теперь смотри. В миру учат, не учат. Где бы вы не посмотрели, как все склонившиеся вот так вот идут. То есть животные, скоты. Согласно слов Василия Великого. А чтобы так склониться, тебе обязательно надо облокотиться. Значит, и нет благоговения. А здесь, я сошлись еще на одного человека. Он не православный, но близкий к православию. Яна Амос Камылский. Его называли отец всемирной педагогики. Отец всемирной педагогики. И он говорит, за столом веди себя, как в алтаре. Как пред престолом Божьим. Не щавкай, ложку не перегружай. Но даже это все абсолютно вон там говорит. Понятно? И когда людям говоришь, стыдись, а ты облокачиваешься, без стыдства тебе не надо говорить. Благоговения нет, это без стыдства. Так-то можно. Но за столом, когда обедаешь, у нас это принято. Никто локоть не ложит. Руки до кистей. Может быть, дальше нет. Мы это взяли. А откуда известно? Житие святого Нифонта. Нифонта. Он однажды идет и видит, нищие обедают. Ну, какие они там, тряпье, рогожки на них. И юноши светлые-светлые прислуживают. И он, Господи, обычно наоборот, такие знатные сидят, а простецы прислуживают. И должна быть стройность, как цариса Ставская у Соломона заметила, за столом как сидят. Она это заметила. Вот как у нас. Посмотрите, когда люди сидят. Никто не наклонится, никто не щавкает. За край стола не завалится здесь. И ему был ответ. Когда люди в благоговении едят, ангелы прислуживают. Это ангелы. А когда они благоговеяно хохочут, смеются, кощунство творят, то дьявол в это время всевает разные болезни. Там свое изделие. Вот я говорю, на житие святых. Вот и пояснение. Не облокачиваться. Это бесстыдство. Стыдить? Значит, ты не стыдишься. Значит, ты бессовестный, бесстыжий. Дальше. Владислав Марущак говорит о причастии и о православии точно, как и вы. То есть мне показывают на какой-то там ресурс, а я смотрю, где это. А, вот он где. Я его скопировал себе. Теперь мы считаем. Вот это он на него ссылается. Я сам-то нигде не бываю. Когда я ссылаюсь на другие ролики, это мне дают, чтобы я дал отзыв. Вот считай. Я встретил новый 2017 год и Рождество по-прежнему в должности сотрудника миссионерского отдела. Примерно с конца ноября 2016 года начали расходиться слухи и некие странные писульки, что я якобы не служу в миссионерском отделе Томской епархии. Даже появились примитивные статьи, где объявлялось в эмоционально хамском тоне, я если даже упьюсь, так не могу написать, что я самый главный гад, а еще и сектант в Томской епархии. И на кого это? Вот на этого человека благообразного, нетронутой бородой, без галстука. Я его очень хорошо знаю. Хорошо. И мне вот где-то что-то там говорил против, и меня натрали. Я ни слова не сказал вопреки никогда. Я скажу, а почему? Да потому что он гонимый. Гонимая неприкасаемая. Даже один человек на него будет нападать, это мой голос там никогда не будет. А мы познакомились, когда на него нападали, за слово «Б» женщина назвал. Абсолютно правильно, притом правильно он говорил на 100%. Правее всех архиереев. Дальше. Я мерен, но только заговорю, а не к войне. Это я всегда употребляю. Может быть, это его тронуло тоже. Я никогда... Мне говорят, вот видишь как, вот этого человека, Лапкин выборочно нападает, а его не трогает. Ну, выборочно, да, ну и что из этого? Псалом 119.7. Это стало вызывать недоумение у читателей проекта. Ну, проект, это, видимо, его страничка здесь. Миссионер должен уметь ждать и быть терпеливым. Аллилуйя. Специально с ноября выждал получение двух зарплат в Томской епархии и теперь имею наглость заявить, что встретил новый 2017 год и Рождество по-прежнему в должности сотрудника миссионерского отдела. Если бы мне сказали быть сотрудником, начальником миссионерского отдела, я спросил бы, насколько этот срок лучше бы я в тюрьме отсидел. Нельзя создать отделы миссионерские. Нельзя. Нельзя. Это труд Духа Святого. Благовестнические можно. Я это все доказываю. Я не против его, а просто я говорю. Почему? Бог посылает по двое апостолов. Семьдесят тоже по двое пошли. Кирилл и Мефодий двое. У Павла разногласия с Варнавой были. Они разделились и опять по одному избрали. Ну, этот взял племянника Варнава, Марка. А Павел силу избрал, избрал. Там охотников-то много было. И опять по двое. Миссионерский отдел это два человека. И Духом Святым. А не твердолобые такие, нападать там, говорить, обзывать и прочее. У миссионера нет этого. Он если говорит, это огонь пророчески прожигает людей. Дальше. Так, за два месяца с начала распространения слухов и желаний моего увольнения мне так и не дали на руки указа митрополита Томской... Мне здесь интересно, он как говорит, встретил Новый год в должности. Сначала дождался зарплаты, чтобы подтвердили, что не уволен-то. Сколько уж этой зарплаты, не знаю. Дальше. Так, не дали на руки указа митрополита Томской Айсиновского Ростислава, моего работодателя, о моем увольнении. А работодателя не может быть. Дух Святой работодатель-то. Ну, что вы смеетесь-то? Ну, нарочно-то и говорит-то. Работодатель в миссионерском отделе. Ну, тогда и там Тувинский, и все эти разные... Вся эта шпана-то, как я их называю, кодлота. Ну, как она может быть? Они жестокие. Они темные, непросвещенные. Дух Святой дает постоянную радость. Радость в Духе Святом. Все может, конечно, измениться. Но лицемерие моего руководителя, Иерея Алексея Самсонова, будет долгим. Оно его и сожрет. Вот. Понятно. А он сидит там с этим, с Дудином, и меня клеймят. Там на стихии мои нападает, то другое-то. А сам гоняется за роликами, где мы говорили. Ну, это миссионер. Свои ролики, 9 роликов. Везде выкрадывают, взламывают, заходят. Да это шпаной нельзя назвать. Разбойники, бандиты, мафия церковная. И сидят надо мной и сгаляются. И там этого Скоротовского нашли в Америке, филадельфа. А тот вообще бешеный, сумасшедший. Полностью одержимый дьяволом. Он... Заслали его, баптисты, сюда. И он считает, баптисты это церковь и прочее. То есть негодяй из негодяев. И они с ним беседуют. Он какие-то слова говорит. А я рядом, меня не принимают в беседу. Ну, возьмите хотя бы слово, скажите. Вот она его сожрет. Ну, он правильнее говорит. Человек, который еще год назад мне говорил, как важно послушание архиерею. Человек, который еще месяц назад заявлял, что он его митрополита, главный защитник. Он от ненависти и безумия пишет, вопреки воле архиерея, на забытом сайте самовольные писульки. Вот-вот. О, молодец, молодец, Максим. Гвозда их паразитов. Ох, сколько людей хочет моего увольнения. Да это Бог тебе хочет этого, спасти тебя от этой мерзости. Чужие, свои. Почему они хотят исторгнуть меня из церкви? Эй, это, брат, ты шутишь. Миссионерский отдел и церковь – это небо и земля. Церковь – Христова невеста. А миссионерский отдел – это дьявол придумал. Небо и ад. Так, ереи си не проповедую. Учения и каноны православной церкви не хулю. Я мирен, но только заговорю, а не к войне снова. Вот это и говорит о том, что ты заговорил правильно. И если они тебя хвалили были с тобой, так какую глупость ты сделал, что враг тебя хвалит? Подумай. А тут не так. Дальше. С сектантами и православными кришнаитами все понятно. Почему они на него нападают? А чего же люди, которые называют, называют, видимо, себя христианами и пастырями, забыв о братолюбии, пытаются меня исторнуть из церкви? О, это самой они так поступают. Если трудно будет, Максим, приезжай в гости, мы отдохнем вместе, походим, поговорим. Что воевать нельзя, о чем я с вами говорил. Что женщина, которая вам говорила, что ее не пускают в церковь за связи со мной, Жовня Ронина, она так и стоит на улице, который год. В сибирских морозах и жаре. Так, дальше. По плодам их узнаете, их. Собирает ли из терновника виноград? Или из репейника смоквы? Так, всякое дерево доброе приносит и плоды добрые. А худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые. И не дерево худое приносит плоды добрые. Все нравится, что местописание приводит. Глава от стиха двоеточим. То есть, все правильно делает. Молодец. Да, Матфея 7, 16, 18. Полагаю, что они находят множество аргументов для моего увольнения. Это Господь может через них делать, Максим. Уйди из этого отдела, не позорься. Ну, есть два аргумента, которым они никогда не скажут. О котором, наверное. Да, да, о котором. Ну, да. Дело в том, что три официальных сотрудника миссионерского отдела Томской епархии, два из них священника, за год сделали менее одного процента из того, что я один делал в должности руководителя миссионерского отдела. Вот он выхваляет сам себя. Он должен это сказать. Он в самом деле говорит правду. Правду. Вот. А он, Максим-то на вас, смотри, как нападал. Что Максим этот говорил, теперь другие берут. А я этого внимания не беру. Может быть, он меня испытывал или что-то. Почему? Потому что я за него каждый день молюсь. Молюсь за него. Я его не считал за врага. И как, ну, раз миссионерский отдел, то я знаю, что человек нормальный, неповрежденный там не может быть. На него обязательно должны эти прийти люди. Это от Бога. Чтобы он увидел, кто они там есть. Змеюшник. Серпентарий. Менее одного процента. Водили три человека. Вот вам и плоды. Он умеет, Максим, видеть. Когда у меня пересчислял, что Игнатий за это время сделал. Мы каждый день делаем это, распространяем Слово Божие. Он умеет видеть это. В любой государственной или коммерческой организации таких сотрудников вместе с бездарным руководителем послали бы лесом в Новый Васюган или Тегульдет. Аминь. Именно так. Уходи оттуда, пока тебя не послали туда. После такой, в кавычках, работы даже у конченного атеиста бывает больше совести, чтобы подать в отставку. Именно так. И только в русской православной церкви эти люди не только не отправлены в отставку, но и хотят увольнения человека, который, будучи один, делал в свое время в сто раз больше, чем эти три человека. То есть, сколько делал? Больше? Правильно? Неправильно? Я все не знаю. Он говорит о себе, знает. Он гать не будет. Зачем он говорил, себя уставлял? Он мужественный человек. Он не побоялся вот этих, которые на него нападают, тявкают, приехать по Теряевку, принять святое крещение, которое не могли преподать. Это можно понять. Он вызов им бросил всем. Его крещение, это на суде Божьем будет показано. Если он это сделал, почему вы не сделаете? Ему Бог это открывает. И дальше вот как называется. Тут Томска, там все сфотографировано. Официальное состояние Томской миссии при руководстве Ереем Алексеем Самсоновым на начало декабря 2016 года. Какое? Вот оно какое. Вот подожди, что тут написано? Ну, видать, ничего нет. Архив новостей, я не знаю. Ничего нет. Ну, Максим взялся и гвоздать. Пыль только идет. Давай. Уже из секира при корне деревь лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, расрубает и бросает в огонь. Аминь, аминь, аминь. Матфея 3.10. В этом году будет 100-летие Октябрьской революции. Увы, выводы 1917 года так и не сделаны нашими пастырями. Некомпетентность и бездарность по-прежнему наша сущность. Давай вместе прочитаем в один голос. Некомпетентность и бездарность по-прежнему наша сущность. То есть патриархийная. Володя, помоги. Три голоса. Некомпетентность и бездарность по-прежнему наша сущность. Особенно в миссионерских отделах. Особенно. Вот так. Я не отказываюсь от встречи. Они говорят, они врут на меня. Я с удовольствием по скайпу выйду с ними и отвечу на их вопросы. И вот они изгаляются, сидят друг на друга, смотрят. Безобразники. Я никогда не думал, что реальность сорокового псалма будет для меня актуальной. Даже человек мирный со мной, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту. Значит, никогда не думал, они тебя к этому подбили. Враги нам лучшие друзья, дорогой Максим Валерьевич. Стив 10. Никогда не думал, они тебя к этому подбили. А я всегда это знал. Для меня это пройденный идущий этап. Сущность любого Иуда такого, что он начинает люто ненавидеть того, кого предал. Да. Эта ненависть настолько клокочет в предателях, что они желают удаления от себя всех тех, кого они предали. Именно так, именно так. Теперь только заботиться о том, чтобы не стать этим иудой. Не стать. Только теперь сказал это дело, смотри, к этим словам побудил-то у вас вот это их отношение, дело. А еще предательством человек лишает себя благословения Божие. Да. У него опускаются руки настолько, что три человека не могут сделать и одного процента от того, что делалось для миссии в епархии прежде одним человеком. Я вам скажу, на меня выходят люди, которые говорят, мы были против вас, а теперь смотрим, сколько людей за этот год пришло в православие из сектантов. А я никакой не, даже не считаю себя, что какой-то великий там, или что, как Андрей Кураев обо мне говорит, или отец Владимир. Я же сердечно благодарю... Я о ком говорю, о каком Владимире? Кто обо мне сказал в последнее время? Владимир? Головин? Головин из Болгара. Я же сердечно благодарю всех людей, которые в пику местным иудам помогали мне, поддерживали и молитвой, и материально наш проект. Ну, материально мы не можем, но помни, Максим, что мы всегда молимся о вас. И все остальное временно, пустяк. 10 лет проекту к истине и нашей благодарности на злобу дня. Боже, слава и благодарение тебе за все. Максим Степаненко, сотрудник миссионерского отдела Томской епархии Русской Православной Церкви на злобу дня 10.01.2017 года. Вот видите, что мы просчитали. Теперь я хочу сказать... Вот смотрите, тут подкинули мне опять, какой перевод Нового Завета лучше. Вот посмотрите, сколько. Заголовки считай. Проблема поиска лучшего, в кавычках, перевода Нового Завета. Дальше. Перевод с наиболее точных греческих рукописей. Смотрите, сколько, если перевести это на крупный шрифт. Максимально точная передача смысла оригинала. Ну и дальше передает, вот сколько. Метод Колвелла. Ага, ну же. Теперь вот выбирая до одного слова, где я почитал, игра идет. Перевод роторгема перевода. Ну, смотрите, сколько. Это надо работать, только проповедовать не будут. Это все для того, чтобы не сповергнуть синодальный перевод. Синодальный, божественный, пренебесный перевод. Ни одного слова не допуская изменения. Вот оно все. Ну, я уже закрою это. Вот это все. Все, все, все надо просчитать, чтобы и понять, что люди не знают Писание. А раз еще не знают, им разницы нет. Ну, а теперь посмотрим, что у нас тут. Вчера тут у меня модератор и программист много бился, бился, бился. И все-таки у меня стало закачиваться. Сегодня ночью я закачал. Никак с этого, с ютуба, с моего, не заходило сюда. Что-то менял он там где-то какие-то. Ну и вот дальше я показываю. Вот оно что зашло. Легко и радостно служить Господу Иисусу Христу. Это Юлия, видимо, знает. Да. И вот смотрите, сколько это за ночь закачал. Это вот за ночь ночные. Вот они все. Вот с этой началось. Ну, слава Богу. Еще что. Ну и вот. Это у нас тут они вопросы задают. Я сейчас покажу. Это наш форум православный. И вчера заходит один человек. Интересно. Вот это, которых отпустили. Кто это такой? Это Сергей Львович Худиев. Вот я его не знаю. Но я о нем зарядил где-то. Он работает там в Радоне же. И дальше об этих вероотступниках, которые в Красноярском крае. Как их фамилии? Ну, оно Петр Боев, а второй Дьякон где-то. Ну, Дьякон это. Их уже не вернуть. Нет, они разложились окончательно. Как-то на меня выходил этот Боев. Что я тоже гонимый. Но я ему только один раз показал, с кем он беседует. У нас такой вероотступник есть. Д.С. И этот точно такой же. И в форме лица и говорит, и хмыкает, и подхахатывает. Одинаково. Выхода нету. Нету. Нью Эйдж они приняли. И вот за этого человека с бородой и с очками я могу сказать, что он говорит здесь все правильно. Все правильно. Ну, раз он на наш форум зашел и поставил материал большой, я прочитал все дословно. И времени не было, но прочитал. Понравилось. Ну, а что сделать? Ничего не сделаешь. И надо молиться только. Эти пропавшие люди. Совершенно. И теперь что? Вот наш православный видеоканал. Тут вот как-то по-другому стало. Вот пока говорили, два человека зашло. Какой пользователь? Василий Ивашенко добавил комментарий. Ублюдки сколько дерьма. Вот, подожди-ка. Пользователь Артемий добавил. Что? Если ступыги были неверующими, был законный брак, но не венчин, они развелись, то можно будет выйти замуж? Видите, вот вопрос задает. Вот, податок. Вот. И тут некоторые говорят, еще что? Антоний Великий, вопрос 107. Если не для небесного промышления сотворены звезды, если не наше это, понебедит судьбу. Исчистовал. Вот, а теперь, прочитай, что. Вот это пишет. Даниил Ефимов. В долгое время, вплоть до 10 века, в церкви не существовало особого чина венчания. Да и потом он появился постепенно, поэтапно. Вначале достаточно было объявить себя мужем и женой в церковной общине. В этом случае брак считался совершенным, и его нельзя было расторгнуть. Более позднее нужно было взять благословение священника на брак. Иногда требовалось присутствие священника на свадебном перу. К 10 веку христианин и христианка, желающие выступить в брак, должны были причаститься вместе за Евхаристией. Евхаристией или литургии называется главное христианское богослужение. Именно из чина литургии возникло современное таинство венчания. Игнатий Тихонович, по вашим рассуждениям, выходит, что до 10 века все браки были незаконными, так как венчания же не было. Просто не существовало чина венчания. И что теперь с теми супружескими парами? Не будем говорить, как было там, что, я знаю, многое было не так, и постов не было, тогда и посты по боку, и крещения детей не было. То по порядку все это разбирайте. И купола не было, и креста не было, ничего не было, да? Не было. А не было, значит, и закон другой был. А не так, что ты муж и жена. Да ну любой может прийти здесь и рассказать. Чтобы так запросто. Вот было нигде, ни в Болгарии, никогда нигде не было. Это было, обязательно родители узнавали. Есть каноны апостола Павла и Петра, их убрали из книги правил, что раб не может жениться без воли господины. То есть обязательно это было. Не в таком виде. Сейчас, может быть, слишком затянуто, то другое. И чина крещения такого не было. И чина исповеди не было. Ну что теперь, все по боку, развернуть это? Сегодня мы знаем, если не было венчания, церковь считает это блуд. Никакого гражданского брака нету. Разврат. Разврат. И на этом есть конец. Ну и дальше что это говорит. Ну и... Ну комментарий новый какой-то. Ну еще... Да нету больше. Проверить. 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 Что тут? Вот спам. Где про Сару? Ну про Сару, правильно тут. Тут по-английски. Что тут написано? Я люблю ваши видео, подписываюсь, может быть, проверите мой канал и, может быть, подпишитесь. Ну это так, понятно. Хорошего дня. Присоединяйтесь, друзья, откройте сердце Господу. Это ничего для меня не значит. А вот это, теперь дальше, второй хотя бы взять. Вот и сразу, вот он. Что? Вот, 12 минут назад стоит. Артемий, вот, пишет. Ну что Артемий? И знающих, может, пояснит кто-нибудь, получается, если супруги были неверующими, был законный брак, но венчание, ну не венчание, и они развелись, то можно будет выйти замуж, жениться, но уже с венчанием, если оба будут верующими, уже 4 человека, а не двое разведенных, спасти Христос. Видите, как все запутано, не надо жениться. Апостол Байерд говорит, оставайтесь, как я, вопрос был бы снят. Вопрос просто решается, венчаны, не венчаны, живи один, для Бога трудись, а все остальное, это уже сами себе, будете иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Сначала с ней жил, наблудил, она беременна, а я ребенка убью, если не женишься, а у него жена, и он мне пишет, а что теперь делать? Кастрировать тебя надо, как кобеля бесхвостовый, и все на этом. Так бы тебе ответили, настоящие это, ревнители, благочестия, но я этого сказать не могу. И вот здесь теперь еще что-то, еще он тут первый пишет. Да это мы читали только что. Это уже было, да? Да. Добавил комментарий, а сам Рыщенки-то не может контролировать деньги. Тя денька, о чем он говорит? Во имя отца? О чем? О Шевченко Александре? Ну, ну, о чем, где он-то? А сам не может. Где это его слово-то? Нету? Нету еще. Там еще, показать еще в конце самом. Ну, куда-то, а куда это замещание-то его? Нет, там в самом конце есть, внизу страница, там есть еще. Вот внизу, это же страница, самый последний комментарий, откройте. Самый последний комментарий? Во имя отца и сына и святого дуга. Ну, вот, показать еще, вот внизу, вот еще. А, вот. У нас записывается серия писем, называется «Во свете Библии открытым оком». Я, Лапкин Игнатий Тихонович, православный проповедник. Нет, ничего нет. А что ты пишешь, Дядя Никова-Бащий? Дядя Никова-Баща, недослушал, а уже тебя не тем окрестил, каюсь, с тем, что по Писанию, говоришь, согласен полностью. То есть он довольный, да? Да. Ну, вот видишь как. Ну, я еще могу на это сказать. Тут еще что-то есть, это не возьмешь. Наш пользователь, зная, что в этой книге до всего дойти не возможно, это уже ничего такого нету. Вот, дальше это закрыть надо. Нужно сказать, что... Это наш видеофор, это канал, видеоканал очень большой, очень большой. И тут у нас есть вот «Жития святых» на каждый день внизу. Открывайте, смотрите, начисленные в аудио. Кроме того, у нас очень большой, во свете Библии, православный библейский сайт. 48. Ну, почти все. Мы начали смотреть «Жития», что я тут отвечал. «Жития». Еще непонятно, что-то опять сбросил. Ну, уже вчера переустанавливал все. Опять перед... Так, ну и что? Ну, найди где. Так, ниже, 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 ниже. По праву бывших прежних. Тут что-то есть, что-то. Где-то рядом. Не мылись в бане вот это вот и было? Да, мы начитали. Вот это, да? Тоже читали про счет. Дальше, ну, находи быстрее. Ну, вот, может, вот этот вот. Вот этот вот? Нет, вот этот вот. Вот этот? Да. Ну, а теперь посмотрим, что тут у нас за вопрос был. Согласно Слову Божию. Control S. Теперь берем мы Word, открываем, вставляем. Видите, какая работа большая тут идет. Control A. Ну, и вот теперь посмотрим. Вопрос, какой? Вопрос 1939. Седьмой том открытым окон. Проходят века, и новые святые, может быть, что-то подправляют у бывших прежде, у них? Толкуют по-своему, или новые придумывают? Более совершенные, более нужные и полезные? Ответ. Нет, иногда просто взахаешься, насколько хорошее скажут новые святые. И Кристианство, день 9.11. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое, но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем. Да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Они подводят черту по целыми тысячелетиями. Что там было вовсе уж и не так нужно, и даже не и вредное. И нужно, где понимать это духовно, как о веригах и влосянец. Вот послушайте это. Серафим Саровский, 2 января. Кавычки открыты. Но вериги и влосянецы он не носил никогда. Кто нас оскорбит словом или делом, говорил он. И если мы переносим обиды по-евангельски, то вот вериги нам, вот и влосянеца. Вот так. Эти духовные вериги и влосянецы, и влосянецы выжили железных. Серафим Саровский. Аминь, аллилуйя. Я всю жизнь обложил этими веригами. Ну, дальше стихотворение. Борода как будто ни к чему. Зимой немного греет, защищает. Сам Пугачев, убийца Баламут, был с бородой. Хотя страшнее щаде. Носили бороду Иуда и Ульянов, Харл Маракс и Фридрикс Энгельс, иудеи. Ни безбородых много бомжей пьяных. Не носят бороду кастраты, так же дети. Всем остальным по мере возмужания Господь дал отличитель для мужчин. Себя бесчестят бритвой им не жалим для лиц своих воры и палачи. Случилось, умер царь на ас-язычник. С ним близок был еврейский царь Давид. Чтоб сожаление выразить обычно, шлют делегацию или послание МИД. Незрелый отпрыск, злое наущение от слуг его коварных и слепых. Пол бороды обрезали, и возгорелось смущение. Амаликитян уложили в гробы. Слуг обесчестил глупый царь Амнон. Он унизил необычно, дико, очень. Давид их отстал сидеть в Ерехон. Да отрастут там бороды, как урожай под осень. Антихрист русский, богохульник Петр, кромсал, рубил и резал бородатых. Прошло три сотни лет, как в выродах уж мертв. За вороду две дани мужики не платят. Женоподобное обличье закрепилось, и ересь благодейная в крови. Цари и священники с тех пор усердно брились. Нам обличитель Иудей Равин. Арабы, мусульмане с бородами, лжехристиане на иконы посмотрите. Вы изнасиловали образ свой, рыдайте. Разбейте и сожгите ваши бритвы. Вот так. Вот 7 сентября. Вот так, о чем? Новые святые. Вот верили. Ну и Серапим это видел. Чего же нам не видеть-то это? Вот. Теперь снова мы сюда заходим. Время еще есть. Немножко что-то взять. Так. Теперь Ctrl-A выделить. Ctrl-S скопировать. Повторяю. Ворд-лист открыть. Развернуть на все страницы. Ctrl-V поставить. Ctrl-A выделить. На 20-й шрифт перевести. Чтоб было. И теперь до того уже считаем. Вопрос. 1981. 7-й том открытым оком. Вы наставите всегда, чтобы двери, квартир, домов были закрыты, заперты, а шторки всегда плотно зашторены. Что-нибудь об этом есть в житиях святых? Вот как еще. Ответ. Ну кому такой вопрос зададут? Из священников-то. Есть. И неоднокрашно описывается. Кто не закрывался, те платили дорого и невосполнимо. Матфея 6.6. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Матфея 10.17. Остерегайте же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас. Остерегайте. Что еще доказывать-то? 1 Коринфянам 16.10. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господнее, как и я. Евстафий, 20 ноября. Кавычки открыты. Кавычки открыты, это значит взято прямо из жития святых. Ни буковки не добавлено. Один придворный сановник по имени Акелин послал однажды своего раба купить некоторые вещи. Раб знал про этих трех благочестивых юношей, что они купцы и имеют широкую и богатую торговлю, и отправился к ним в лавку, которую и застал открытую. И они закрылись. Восшедший внутрь и никого не найдя, он пошел по лестнице, ведущий на третий этаж дома, и услыхал голос Евстафия, читавшего псалмы Давидовы. Раб тихо поднялся по лестнице, молча вошел в верхнюю горницу, и здесь увидел Евстафия, державшего в руках псалтиры читавшего. Псалом 96.7. Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами, поклонитесь перед ними все боги, высеченные и вырезанные из камня или металла. Кроме того, он увидел на стенах кресты и святые иконы. Ничего не сказав, он тотчас же возвратился к своему господину и рассказал ему все, что видел и слышал. То есть не запертые молились. А служанка рода не открыла, они были запертые. Запертые из-за страха перед иудеями. Акелий немедленно поспешил к императору Максимиану и доложил ему о том, что говорил раб. Тотчас же были посланы воины взятия Евстафия и его братьев. Всего ничего, один крючок. От времен апостольских в христианской церкви сохранился и долгое время держался обычай устроять богослужебные собрания в верхней необитаемой части дома. Как у батюшки у нашего. Деяние 1.13.14.28 И только при Константине Великом, когда христиане избавились от гонений, то для общественного богослужения стали устрояться храмы. Впрочем, в малом числе они были по местам и ранее. Были уже храмы, но не было. Но теперь храмы строить не надо. Некоторые говорят, раньше не было. Вот теперь дальше. Пантелеймон, 27 июля. Кавычки открыты. В те дни был в некомедии старец-пресвитер именем Ермолай. Из страха пред нечестивыми, укрывавшиеся с немногими христианами в маленьком и незначительном доме. Путь Пантелеймона... Нет, Пантелеона. А, Пантелеона. А так его звали. Когда он шел из своего дома к учителю и обратно, лежал мимо жилища, в котором укрывался Ермолай. Видев окошечко юношу, часто проходящего мимо, Ермолай из лица и взгляда его познал его добрый нрав. Уразумев духом, что юноша будет избранным сосудом Божиим, Ермолай вышел однажды на встречу юноши и упросил его на самое малое время зайти к нему в дом. Кроткий, послушный юноша вошел в дом старца. Посадив его около себя, старец спрашивал его о происхождении и родителях, о вере и о всем образе его жизни. Так, Евангелитана 20, 19, 26. В тот же первый день, недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики, его были заперты из-за поселения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им, мир вам! После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты. Восемь дней прошло, заперты, заперты. А там оперты были, всех арестовали, казнили. Встал посреди них и сказал, мир вам! Дальше, Иринах Ростовский, 13 января, кавычки открыты. И в тот же час от владычного образа было Иринаху извещение. Иди в келью свою, будь затворником и не исходи. Так и спасешься. Закрывается. Павел Фивейский, 15 января, кавычки открыты. Преподобный Антоний Великий, первый учредитель монашеского жития. Старец пришел в радость при виде пещеры. Но обитатель ее, заметив приближение Антония, запер дверь. Подойдя, старец постучал, но ответа не было. И он продолжал стоять снаружи и безуспешно стучать. Видя, что ему не отворяют двери, он упал на землю перед входом в пещеру и молился до самого шестого часа, чтобы сподобиться ему войти внутрь и увидеть того, кого он отыскал с таким трудом. Святой говорит, «Отпори мне, раб Христов, отопри! Ведь ты знаешь, кто я, откуда и зачем пришел, ибо тебе открыл это Бог. Знаю я и сам, что недостоин видеть твое святое лицо. Тем не менее, не уйду отсюда, пока не увижу тебя. Не скрывай же себя, если тебя открыл мне Бог. Ты принимаешь зверей. Зачем же отвергаешь человека? Знаю, доводы какие сказать. Я нашел тебя после долгих поисков. И вот стучу, чтобы ты отпер меня. Если же ты не отопрешь, то я умру на твоем пороге, и ты похоронишь здесь труп мой». Вот еще чем пугать начал. Это Павел Фивейский. Это не Антоний основатель мой, а Павел Фивейский, учитель. Немногое и другое говорил он ему со слезами и укорял его за суровость. Тогда угодник Божий отвечал ему изнутри пещеры и сказал, «Можно ли просить с угрозами или укоряться слезами?» А еще лучше отвечает. «Ты удивляешься, что я не отмираю тебе? Это потому, что ты хвалишься, что пришел умирать здесь?» Даже за это подцепился. С такими словами святой отпер дверь, и они обняли друг друга и облобызались, называя один другого по имени, потому что каждому из них Бог открыл имя другого. Как будто тайна какая была, а уже все знали друг друга. Когда они сели, преподобный Антоний сказал, «Радуйся, Павел, избранный сосуд и огненный столб, шитель всей пустыни». Как они любили говорить в глаза друг другу, а тот сразу же ему таким же. Святой Павел отвечал, «Хорошо, что ты пришел, солнце, просвещающее всю вселенную, наставник спасаемых уста Божий, населивший пустыню и прогнавший из нее дьявола». То есть вот кукушка хвалит, говорит, петуха за то, что хвалит, он кукушку. Это даже у них ни за что не считается. Палладий пустыник. Главное, говорит-то неправду. Никого он не просветил, он сидит там, камыша даже, шорох камыша нельзя слушать. Палладий. Ну кто знает Палладий? Какой? Ну ты спроси, там Осипа, он знает что ли? Палладий пустыник, 28 января, кавычки открыты. Это по теме. Закрыть окна, закрыть двери и найти житей святого вот такого. Из него выбрать именно вот эти пять строчек. Преподобный Палладий благоугождал Богу затворничеством. Построив себе на одной горе небольшую хижину и заключившись в ней, он подвязался в непрестанном бдении, молитве и посте. За свои подвиги Бог прославил его даром чудотворений. Ефимия, 16 сентября. Камычки открыты. Мучителю донесено было о тех вскрывавшихся христианах, и он поверил всех их взять и представить к нему на суд. Тотчас свирепые его слуги с оружием в руках устремились, как звери, на добычу, на собранное Христово словесное стадо. Дом, где верующие тайно служили Богу. Окружили они со всех сторон, чтобы никто не мог убежать. Выломав двери, они стали без милосердия вытаскивать христиан вон поодиночке и, взяв всех с бесчестным и насмешками, повели к проконсулу. Влекомые, как овцы на заклане, святые смиренные рабы Христовы стали пред гордым мучителем, будучи готовы страдать за своего Господа, даже до пролития крови. Вот вчера пишут, как вот, в сравнении со зверями, как, тут на трассе большая пурга, и машина съехала, и не может заехать на трассу-то. Ну, женщина говорит, тогда ты в машине оставайся, а я пойду вперед там, посмотрю, может кто-то. Ну, пошла вперед, а пурга-то дует, и, ну, она буквально сбилась, и наступили у нее родовые схватки. И она зашла там где-то за дерево-то, села и стала рожать. Ну, правда-неправда, это в интернете пишут-то. И дальше она сознание потеряла. Когда проснулась, то ее окружили волки, девять волков. И волчиса одна под нее, как бы подушкой она стала, а другая волчиса перегрызла пуповину. Пуповина, я такого не слыхал, да она бы с пупом сожрала это дело. И другие волки дыханием согревали ее. А теперь, когда уже рассветало, пришли люди, и там с ружьем увидели там с горки волки, и стали стрелять. И волки недалеко отошли, и смотрели, что будет. Ну, это православная басня-то. И дальше что? Ну, и взяли ее, она им рассказала, волков они не стали убивать, а говорит, сейчас вот ребенок подрастет, я вернусь в эти места, чтобы встретиться с волками, и отблагодарить их. О, душесчипательная какая история. И, главное, пуповину волчица перегрызла. Я, да, когда-то она у них начальница была, я не знаю про волков, про пуповину, но явно видно, что настолько это сочинено, ну, совсем никакой, никакого таланта нету. Дальше. Выломал дверь, значит, дверь надо запирать. Людмила, 16 сентября, кавычки открыты. Сноха ее подговорила двух бояр и послала их в Течин, чтобы убить блаженную Людмилу. Эти два злодея, пришедшие туда, собрали вокруг себя многих других и подобных себе злых людей. Когда настал вечер, они окружили двор и самый дворец, где находилась блаженная Людмила. Разломали двери и вошли внутрь дворца. Схватив святую княгиню, они набросили веревку на ее шею и удавили ее. Таковым образом, блаженная Людмила, угодив Богу, пострадала мученически. Это случилось в субботу, в первом часу ночи. Ей было тогда отроду 61 год. Ну и дальше. Последствия поступков наших разве возможно до конца предусмотреть? Вот почему молитва непрестанна. В начале дела года, в январе, молиться о продолжении деяний, макушку лета осветить прошением, и в декабре к тому причалу тянем, молитвой бьем в ворота по мишени. Запираться надо. Когда у Фарадея развернулась в магнитном поле рамка из железа, кто думал, знал, какая мощь проснулась изобретением мошкарой полезной? То есть изобретатель электричества, Фарадей. Все наши утюги, бормашины, космические чудо-корабли, компьютеры, развитие вершины, хотя из проволочки комом первый блин. Последствия ничтожных замечаний, обороненных как будто невзначай, на горизонте конница маячит, войну с соседями безродными начать. И утром растревожил нас будильник, молитвой осветись, осветись, перекрестясь, и голосом смиренным и умильным благодари Создателя, что спас. И перед дверью соверши знамение, я отрекаю сатаны и дел его, как будто все в порядке, тем не менее, просматривай за дверью далеко. Впоследствия вчерашних разговоров в магнитном поле дружеском, враждебном, сегодня подопрет потоком ссорам, ты без друзей, больной и страшно бедный. Он понял, почему в магнитном поле рамка медленно перевернулась, и он ходил с собой, пока с ума не сошел, он не мог понять, почему она, а теперь все магнитные, все, что крутится, в машинах везде, это отсюда начало было. Последствия у пасторя сокрыты, благословение на все смиренно просим, мы носимся кружай с опасной прытью, без Бога многое не нужно вовсе. Я показываю, как эти изобретения приводят, что, о чем речь идет? О, что ж там было-то. Двери запирать там как-то? Двери, запирай двери. Давай сейчас мы, подожди-ка. Так, запирай двери и шторки. Сейчас мы закончим, еще штыки три пройдем. Вот так. Контр-ЛА, контр-ЛС, это все быстро делается, меньше минуты на это уходит, чтобы хорошо можно было считать. Контр-ЛВ, контр-ЛА, и сразу двадцатку. Все, поехали. Вопрос 2003, восьмой том, открытым оком. Иногда писатель, создавая образ героя, наделяет его личностными чертами. Не то же ли мы видим и в житиях? Ответ. Вопросы, какие мне задавали, вопросы, я отвечаю на них. Только так. Он монах, и все гнет только под спасительность пострига и ухода от активной жизни в дебри, самости и угнетения и изничтожения плоти. Если натрекся от богатства, то и в житиях он своих героев наделяет такими же чертами без серебреники. А на деле-то легче святого найти, чем нестяжательного. Вот так. Второе Тимофея 3,5. Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. 1 Петра 5,2. Постите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и благоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия. Но особенно наглядно это видно в житиях первых веков, которые совершенно не похожи на жития начиная с 4 века, со времени бурного роста монашества. И вот, описывая живших в первом веке, живших в первом веке, житописатель монах 17 века гнет их жития под свою монашескую колодку. Явно и не прикрыто обманом вставляет такие якобы бывшие поступки даже у апостолов, как у Фомы, что достойно сидят горького сожаления, будто бы Фома разводил семейных. То есть, против семьи они поженились, он их развел. Фома не мог же он идти вопреки тому, что знал от Господа и вопреки тому, как учили другие апостолы. 1 Коринфянам 7.5 Не уклоняйтесь друг от друга, а разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будете вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашего. Посте и молитве, посте и молитве. А сатана говорит, но еще выше есть послушание царства выше поста и молитве. То есть, дьявол это сказал, и прямо дьявольский афоризм стали держать за основу. Афома апостол, 6 октября, кавычки открыты. По окончании пира царь, услыхав о происшедшем, призвал к себе святого апостола Фому и сказал, «Войди во дворец и благослови отданную замуж дочь мою». Апостол, войдя в опочивальню, стал получать в новобрачных целомудрию и хранению чистого девства и, помолившись за них, благословил их и удалился. Во сне новобрачные увидали Иисуса, который явился им в образе апостола Фомы и с любовью обнимал их. Муж, подумав, что пред ним Фома, сказал ему, «Ты вышел от нас раньше всех, каким образом ты снова очутился здесь?» Господь ответствовал, «Я не Фома, а брать его, и все отрекшиеся от мира и последовавшие за мною так же, как и он, не только будут моими братьями будущей жизни, но и наследуют мое царство. Итак, не забудьте, дети мои, того, что советовал вам мой брат. И если, согласно его совету, вы сохраните непорочным свое девство, то удостоитесь нетленных венцов в моем небесном чертоге». Ни о благовести, ни о чем не надо, развести надо. Сказався я, Господь стал невидим. Они же, пробудившись от сна, рассказали друг другу то, что видели во сне, и вставшие всю ночь усердно молились Богу. Слова же, сказанные им, хранили в своем сердце, как драгоценные жемчужины. Мигдания умилилась сердцем и уверовала во Христа. Возвратившись домой, она все время размышляла об апостольских словах и беседуя с племянницей своей Синдикией о Христе, утверждалась любви к Нему. С того времени она стала гнушаться неверующими, как врагами Божьими, и избегать всякого общения с ними в беседах и на перах, а вместе с тем отдаляться вообще от мирских удовольствий. Она решила также прекратить супружеское сожительство с мужем своим. Это глубоко опечалило его, и когда он не мог заставить Мегдонию изменить свое решение, то стал просить царя Муздия, чтобы тот послал жену свою, царицу Тертиану, уговорить Мегдонию не гнушаться супружеским сожитием. Царица Тертиана и Мегдония, жена Корезия, были родные сестры. Царица пошла Мегдонии и спросила и спросила ее, по какой причине она не повинуется мужу. Мегдония отвечала, потому что он язычник и враг Божий, а я рабоединого истинного Бога Иисуса Христа и не хочу быть оскверненной человеком, неверующим и нечистым. Он же, проповедуя им Христа, просветил их светом веры, омыл купелью святого крещения и научил их хранению заповедей Божьих и всяким добродетелям. Тертиана и Мегдония, запечатлевшие в сердце своим все, что им было сказано, согласились обе служить Господу в чистоте и не сообщаться с мужьями своими, как с неверными. Царица Тертиана, возвратившись от Мегдонии, пребывала в молитве и посте и продолжала отказываться от плотского сожительства с мужем своим. Царь, удивившись такое перемене в жене своей, сказал другу своему Коризию, желаю возвратить тебе твою жену, я потерял свою собственную и моя стала еще хуже относиться ко мне, чем твоя к тебе. Стихотворение. Есть ли место Христу и за скудным столом? Приглашен ли он сам среди званых? Когда даром дают только прет, сколько прет на пролом, редко-редко увидишь непьяных. Вместо тем, кто воистину беден и бледен, погорелец, вдова, сирота, сколько беженцев может сидеть за обедом, кто промок под забором, так ночь коротал. Есть ли место для Библии в нашем шкафу и на нашем столе в рюкзаке, в нашем сердце, есть ли место хотя бы стиху или так и бредем налегке? Место голубь нашел не на трупах скота, он масличный листок углядел. У смиренных есть повод увидеть Христа среди множества суетных дел. Просвещенных умом Дух Святой посетит тех, кто жаждет воды родниковой, не в пещеры к отшельникам или же в скит, а туда, где священное слово в оковах, на безводных пустынных местах, что же бисер горстями метать? Кто забыл о нужде за столом у Христа, тот Манкурт православный мутант. Им кусочки от рапезы тучной возьми, раскроши всего хотя понемногу. Тут враги завопят, будет много возни, рвы на рыв перекроют дорогу. Им по удавив замен из огарков свечей выльют идола миротечения, не Христа, а иконы частицы мощей, о подобном ином попечении. Среди речи и статей вы позвольте Христу свою мысль довести до конца. У дверей на дворе слышен странника стук. Кто такой? Нам не видно лица. Так, а что ты здесь? Сентября. Что там было? А монаха? Развести женатых. Вот теперь еще. Есть у нас время пока на это. Сейчас посмотрим. Так, уже те ях. Это что у нас здесь? Так, S. Вот, теперь мы еще тут найдем вот это. Все по житиям будет идти. это не не минута. Чтобы легко было. Так, ты давай там бодрствуй, а то мухи в рот залетят. Давай. Вопрос 2006, 8 том открытым оком. В житиях мы часто встречаем подвиги ношения вериг. Значит ли, что чем тяжелее отягощение, тем легче спастись? Делали ли так апостолы или кто-либо в Библии? Ответ. Никогда, нигде. Все, что потом появилось, это искусственное, нарочное, игра в трудности, в борьбу с бесами и оправдание своей самости стали искать в видениях, в явлениях, в снах. А это есть просто дым и пар. Есть прямые указания Библии и их нужно любить и исполнять, а не противиться им под видом заумных подвигов иноческих. 1 царств 15-23 Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство и противление тоже, что идолопоклонство за то, что ты отверг слово Господа и он отверг тебя. Ссылается на вериги апостола Петра, но они были наложены не только на Петра, но и на апостола Павла. Не сами на себя наложили они вериги, но арестовавшие их воины. Церковь празднует поклонение веригам святого апостола Петра 29 июня. Это те вериги, которые Петр был закон в темнице по повелению Ирода и чудесно был освобожден ангелом. Некоторые из христиан якобы тайно взяли эти цепи и в дальнейшем усердно будто бы хранили их у себя, как бы имея перед собой подвиг и чудо бывшее с Петром. Иринар Хростовский 13 января кавычки открыты. И свыше был ему голос Дерзай страдалец мой Я с тобой всегда Я ждал твоего подвига и терпению твоим удивились ангелы Теперь уже больше не будет на тебя гонений но ждет тебя уготованное тебе место в Царстве Небесном Вот проверяй теперь было это или не было и кто это ему говорил но вопреки Евангелия и уже царство После старца Ренарх осталось праведных трудов его 142 креста медных Это труды его называются 7 трудов плечных железная цепь в 20 сажен Это представляете цепь в 20 сажен Которые он надевал на шею железные путан ножные 17 медных и железных оковцев которые он носил на руках и на груди связки которые носил на поясе весом в один пуд 16 килограмм Палка железная которой он смирял свое тело и прогонял невидимых бесов В этих трудах праведный своих Старец Иринарх прожил 38 лет и 4 месяца А в мире жил 30 лет Всего же он прожил 68 лет и 4 месяца Вот это труды Так это куча железа ковали купцы приносили Он на них спал И когда кто болел его приводили чтобы на этих цепях отдохнул Уграл себе Феодосий Печерский 3 мая Кавычки открыты Иногда ночью летом он восходил наверх пещеры и обнажив до пояса свое тело придавал его жалу многочисленных оводов и комаров Потеряевки одно только место спасение Он потеряевки не был В это время руками своими он принял волну Прял А прял волну Шерсть А устами воспевал стихи из Псалтыря Вследствие многочисленных ужалений и поранений насекомых все тело его обогрелось кровью Но он недвижимо сидел не трогая с места до тех пор пока не ударял лик утренний Ну где это кто велел Павел или так это храм Божий храм Божий сохраняет ну совершенно не евангельское учение Это от буддистов там взяли там какие у них такие тоже есть Ну они себе тоже бьют Бьют там прокалывают щеки Внешне Да Внешне оно перед глазами Доступное пощупать осязать Что дорого пропитано слезами Мед до забвения привыкли мы лизать Мы состоим из тела и души Чему издревле наши предпочтения Что ставим ни во что сумели засушить На что иное тратим силы деньги Внешне оно и на слуху питание питье и все для чрева Добавить чревобесия еще грех ко греху Там продавец у древа Дева Ева А душу накрыми священным словом неповрежденным ересью сектанской На это тратится с усердием готовы На это тратится с усердием готовы не отличая истины от сказки Одежда поглощает столько средств Без рис и поручей до Бога не добраться Ни душу одевали прах и персть Ни в праведность привыкли одеваться Все внешнее родное нашей плоти привычное понятное жилище Нас к этому призвал из Назарета плотник Духовные обители мы ищем Все храмы храмы долговые ямы без храма Бог не слышит и не видит Какой апостол говорил о храмах о колокольнях куполах репидах Не внешне Христос пришел исправить Уж не блистал ли храм в Иерусалиме Он сам сказал им Дьявол вами правит А храм ваш пуст Все на песке Мы глина Мирская грамота духовных академий Что толку Во главу не ставишь душу Нам эта мысль не прижилась под темя И ратуем о том плотском наружном Все на этом Благодарю Слава Христу Так О чем здесь речь О веригах Там было Давай Вериги Все Благословен Господь